добрый день друзья замечали ли вы в жизни за собой такие проявления например вы идете вам кажется что вы спокойны вам кажется что вы уравновешены вам кажется что жизнь удалась а внутри вас носит там и злость и радость и гнев и все перемешалось и вы не знаете как это выплеснуть потому что вы же духовное существо вы же высокоразвитое существо ваша внешняя оболочка в этот момент не соответствует вашему внутреннему содержанию но вы это внутреннее содержание игнорируете и говорить ерунда все это у меня все прекрасно жизнь удалась да либо же другой момент бывали ли такие случаи когда в теснусь в те времена жизненные когда вам тяжело и внутри вы испытываете боли боль обиду а какой-то горечь и вы начинаете интенсивно заниматься духовными практиками уезжаете медитировать в индию закрываете это сверху спокойствием равновесием таким внешним но при этом боль обида вина вот это все никуда не делается она осталась в вас но под личиной духовности вы прикрыли это все что у вас было на самом деле внутри и дальше дальше ничего с этим не сделали джина из бутылки вы не выпустили бывало ли у вас бывало ли у вас я много могу задавать таких жизненных конкретных примеров когда внутреннее не соответствует внешнему а внешне кажется что внешне что мы демонстрируем социуму что жизнь удалась что мы счастливы что мы любим и что у нас все в порядке а на самом деле хоть волком война луну до бывало такое бывало господа так вот смотрите если взять ресурсную травму и рассмотреть кармическую ситуацию шире чем просто одна маленькая ситуация когда вы подавляете в себе свои чувства и подменяете их другими да по сути дела обманываете сами себя но разве это обман когда я сам свои чувства подменил на другие у нас же даже в социуме об этом говорить не принято а внешне картинка начинает складываться таким образом есть ресурсная травма которая снимает фильм под названием жизнь если вы думаете что кадров фильме ровно на одно мгновение вы ошибаетесь одна ресурсная травма это может быть пять лет два года десять лет зависимости от того какая ресурсная травма и все ситуации а их множество ситуации внутри они складываются как кадрики вот такие и каждый раз эти ситуации монтируются и складываются исходя из вашего чувственного восприятия именно того восприятия о котором опять таки у нас говорить не принято вот получается мы хотим изменить каким-то образом ресурсную травму выпустить мы изменить хотим изменить картину жизни мы беремся за какую-то конкретную ситуацию вот например вот здесь и сейчас я не могу продать дом почему мне не получается его продать во что операции человек начинает копаться 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 а дом на самом деле это всего лишь маленький элемент в одной ресурсной травме длиной в несколько лет и он всего лишь такой пазлик на котором даже осознать глубину вот этого обучения которое с вами происходит в это время практически нереально как видеть ресурсные травмы комплексно как чувствовать где начало где конец как находить те моменты где мы не доработали ресурсную травму и она наполнилась с новой силой ударяет нам в аналогичном сценарии вот замечали же наверняка если развод жена вторая в принципе такая же или муж в принципе такой же первый пил бил второй пил бил третий пил бил ресурсные травмы и они вот происходят такие моменты когда нам кажется что все это существует как-то вне нас что все это от нас отделено и это никак не связано с тем внутренним обманом который есть в нас это вещи взаимосвязаны и глумита глубина этой связи иногда просто поражает у нашего бессознательного удивительная логика удивительная глубина и удивительно другой подход к реальности нежели у того который привычен в нашем социуме по сути дела зеркальное отображение только никто в это зеркало смотреться не хочет до тех пор пока ему не становится очень больно и только боль заставляет человека посмотреться в это зеркало увидеть те отражения которые еще можно исправить и что-то поменять и лишь единицы из людей которые способны в принципе смотреться в это зеркало потому что им туда смотреться интересно потому что они интересны сами себе в принципе вот все что я рассказала это основа основа нового курса, новой программы, углубленной программы по исследованию своего бессознательного, своего подсознания, своих глубин, глубин своей психики, своих возможностей, своих ресурсов, глубин построения своей картины мира. Этот курс пройдет 18, 19, 20 и 21 февраля. Проведем его мы, я, Наталья Зайцева, Наталья Белова и Наталья Лара Суша, втроем, опять-таки. Будет он проходить в режиме, когда будет закручиваться энергия, которая будет точно так же работать с подсознанием участников. Это все будет сопряжено с одной стороны с магией, с другой со сознанием, с развитием, с глубинным пониманием самого себя. Этот курс называется «Своя реальность». Если вам интересно, подключайтесь. Курс будет проходить в режиме живого круга и в режиме онлайн-варианта. Онлайн-вариант будет чуть дешевле, живой круг будет чуть дороже. У вас есть возможность познакомиться с собой и с тем, как вы строите свою реальность. Приходите! Продолжение следует...